здравствуйте друзья помимо мастер-классов мы хотели бы сделать в этом цикле еще и несколько таких более простых и более коротких лекций посвященных очень важным в джазовой музыке термином и способом игры первый урок или первая лекция будет посвящена термину который называется бит всего в джазе три основных таких термина определяющих это бит драйв и свинку вот первые две лекции будут посвящены первая биту и 2 драйву и свинку и так бит в переводе с английского это удар имеет в джазовой музыки два значения первое значение это тип акцентировки основных типов акцентировки 2 это of beat пишется как через два f of beat через тире и второй тип акцентировки это for beat of beat используется в рэг таймах используется в страйд пиано используется в старых видах джаза это акцентировка на вторую и четвертую долю поэтому называется of как бы внешняя акцентировка то есть если мы возьмем какой-нибудь рэг тайм в старой джазовой музыке эти виды аккомпанемента исполнялись более ровно с упором более на сильные доли потому что это больше похоже было на польку но с развитием джаза и с развитием джазовой ритмики акцентировка в в бите переместилась на вторую четвертую доли а второе а второй тип акцентировки который называется for beat это как бы акцентировка на каждую долю в четырех четвертном размере но штука в том что если мы действительно будем думать четырьмя четвертями то у нас не получится делать одинаковые акценты потому что наш мозг устроен так что мы все равно где-нибудь поставим сильную долю мы не можем думать раз два три четыре раз два три туда с не пол мы где-нибудь усядемся поэтому в джазовой музыке есть такой секрет вместо того чтобы считать на раз два три четыре мы считаем на раз а все слабые доли пускаем вовнутрь и у нас получается и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 и 1 например а вот теперь я попрошу нашу замечательную контрабасистку дарью чернакову со мной сыграть в ту же самую голубую луну вот в этом ритме и вы увидите как идет вот этот бит 1 2 3 и так вот мы считаем в принципе кажется что мы считаем на раз два три на самом деле у нас все им идет раз а все слабые доли внутри мало того внутри мы считаем не одну долю а две потому что мы триолим получается раз два три раза три раза три раза три раза три второе значение термина бит посложнее она означает соотношение между реальным и ощущаемым ритмом реальный ритм мне задает кто-нибудь или я сам например тот же темп ритм я задал его или тут эту самую голубую луну ощущаем ему мною ритм на основе заданного ритма может совпадать а может не совпадать вот мы сейчас сыграем обыкновенный блюз с дашей я буду то вместе с ней играть то отставать потому что вот это ощущение ритма она не всегда совпадает с реальностью это и есть ощущение джазового бита блюз раз и два и раз два три сейчас совпадает а сейчас и ощущений при совпадении и несовпадении ритмов в бите это часть того что мы называем свингом часть это еще не свинг это только часть и напоследок одно важное отличие отставание от реального ритма существует и в цыганской музыки и в русском городском романсе это не только прерогатива джаза разница заключается в том что в романсовой музыке или в цыганской музыке это происходит постепенно а в джазовой музыке это происходит мгновенно мы отстаем мгновенно и догоняем либо на паузе либо на очень мелкой ноте вот пожалуйста сейчас я вместе догнал это я вам показал просто схематично как происходит отставание и вхождение обратно в ритм это то что мы сегодня разобрались термином бит на этом сегодня наша лекция окончена следующая лекция будет про драйв и свинг спасибо